Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами отправимся в круиз вместе с Мариной, которая поведает нам про Адриатику. Мы сразу решили, что у нас будет целый цикл встреч, потому что круизы по России это отдельная тема. И мы, может быть, в марте обязательно расскажем, как можно путешествовать по России в круизах. А пока мы про Адриатику. Я жду, не дождусь. Марина подсказана. А вот и Марина! Здравствуйте! Сосвистилась по вам! Катюш, я тоже. Как вчера, увиделись, да? Уже прошло полгода, получается. Ой, вообще время летит, время летит. Я сразу смотрю на ваши картины. Глаза приклеились уже, что у вас там на самом деле происходит. Как интересно. Да, это вот по центру подарок замечательный нам подарили в Волгограде. Очень хорошая художность. Ну что, там у нас народу мало еще, да? Как-то народ, наверное, еще не дошел с работы. Ну ничего, мы начнем рассказывать, а кто-то, может, записи посмотрит, может, кто-то потом попозже присоединится. Ну тогда, Катюш, прикрою дверь, чтобы нам не мешали. Хорошо? Тут кошку запускала. Да, кошки это такая... Вон, хвостик такой пошел. Да, да, да. Вот, скажи, мы будем вместе. Вот та шифра. А, хорошо. О, вот, как моя, один в один. Моя писта такая же. И попробуй ее не впустя, она тут истерика. Ну, как будет дверь выносить, плакать, кричать. Сейчас я вот, мне кажется, чуть-чуть надо мне пониже сделать телефон. А то мы все на картины на ваши, да, соблазняемся. Да, это как говорящие головы наши. Я уже анонсировала, что сегодня мы поедем в европейские круизы, что в российские мы будем рассказывать, когда на BestrashyGuy встретимся. Вот. Я ищу сейчас фотографии, которые вы мне собрались. И специально, чтобы... Так, я надеюсь, они будут где-то недалеко. Вот. Пока я их не вижу у себя, потому что Инстаграм, у него такое свойство. Он почему-то их отправляет очень далеко, не сразу же в недавних. Я скачивала фотографии прямо перед началом. Так, пока я не вижу этих фотографий. А вы в каком году были? Мы были в 2019 году. Вот. Практически уже в конце 2019 года, конец ноября, начало декабря, первые числа декабря. Вот. Так что прошло, ну, чуть больше года получается. Да. А вот это парадокс. Потому что мы вот проводили с Олей прямой эфир по Соловкам. Так же она мне сбрасывала, я их скачала без проблем. А вот сейчас я их почему-то... Это вот те фотографии не могу найти. Безобразие. Но это, наверное, это всё-таки без них придётся. Потому что, к сожалению, в этом раз... Но в следующий, знаете, я иногда как делаю? Делаю принтскрин. Если бы знать заранее, да, что их не будет видно, я делаю принтскрин, и они в последних фотографиях. Блин, мы с Марины, я вам сразу приоткрою тайну, тут с фотографиями очень заморачивались. И было много способов пересылания. И вот в итоге мы почему-то... Сейчас я, может быть, хоть что-то поотматываю. Вот уже отмотала неделю. Ну, может, в загрузках. Вот я за это не люблю облака. Потому что вот эти облака, это так долго потом оттуда всё это вытаскивать, и получается такая целая эпопея. Нет, вы знаете, тут дело не в облаках. А знаете, в чём прикол? Когда я скачала фотографии, они встали по мере географии... А, да. Временно. Ну, да, 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 по времени. 19-й год. Вы понимаете, за этот год у меня столько фотографий, чтобы мне не отмотать до этого места. Это нереально будет, вот. Поэтому... И иногда бывают хитрости. У нас уже было несколько таких вот моментов, когда не получилось показать фотографии. Но мы с Мариной будем просто в два раза интереснее рассказывать. А фотографии, да, это так дело такое, субъективное на самом деле, потому что меня всегда поражало. Я приезжаю там из поездки, показываю друзьям фотографии, они... Ну, да, хорошо. Я говорю, как хорошо? Это шедевр, там вы не представляете. Там такое, такое. А потому что я вижу всю картину как бы целиком. А люди видят маленький кусочек из этой картины. Потом уже не только картины, но уже ещё и события, которые предшествовали или во время. То есть это всякие были такие интересные моменты, которые действительно, но их надо только переживать. А вот это касается видео. Я тоже очень люблю видео монтировать, вот такие маленькие ролики. И потом, когда смотришь, вот прям переживаешь, ну, до родня так, ну, так спокойно, в общем. Ну, красиво, действительно. Совсем другие впечатления. Конечно, надо и надо ехать, и тут даже не может быть никаких вот... К сожалению, у нас должен был быть вот этой осенью круиз из Барселоны. Но, увы, вот пандемия внесла свои коррективы. То есть пока у нас только ваучер есть на него. Ну, надеемся, что на следующий год всё-таки мы сможем и уже, вот так сказать, по той части Средиземного моря. Там Барселона, у нас была Сицилия, Италия, Марсель. Вот замечательный такой был маршрут. Ну, надеемся, надеемся, что всё-таки... Кстати, круизы сейчас на самом деле есть. Вот я смотрела тоже прямой эфир. Три лайнера путешествуют люди. Ну, конечно, с ограничениями там, с предосторожностями. Но, тем не менее, вот три отчаянных лайнера совершают свои путешествия. Отчаянных, так мне нравится. Привет, Надюша. Привет всем, кто к нам присоединяется. Такой вопрос. Вы вот обмолвились про ваучеры. И вот мне стало интересно, что за ваучер. Это какое-то сообщество круизеров? Либо это какая-то конкретная фирма? Нет, когда бронировали мы круиз, мы путешествовали с компанией Коста. Как известно, есть несколько круизных компаний. Ну, Коста считается более бюджетной. К сожалению, не путешествовала на более дорогих, так скажем, был только один круиз. Но, в принципе, нам очень понравился и лайнер сам, и, как бы, все эти вот моменты. И культурная программа, и питание было замечательно, и каюта, и уборка. Все было на высшем уровне. Поэтому, вот, когда наш круиз отменился, так сказать, вот в октябре мы получили уже точное заверение, что круиза не будет, поскольку мы внесли предоплату небольшую, вот, то нам, как бы, ваучер вместо него отдали, то есть нам не вернули деньги, но на этот ваучер мы можем забронировать любой другой круиз. Вот, как бы, такая система. То есть, в принципе, билеты на самолет точно так же, вот, в данный момент у нас тоже есть, на Сителю мы собирались путешествовать, и у нас только ваучеры, деньги нам не вернули. Ну, и за круиз точно так же. Ну, надеемся, что фирма серьезная, там они всевозможные бонусы предлагают, если ты не забираешь деньги. Поэтому все-таки думаю, что мы обязательно еще в этот круиз отправимся, и даже не в один, потому что планов очень много. А вы опять в эту фирму Коста обратились? Да, мы там уже считаемся их клиентами, то есть там каждый второй круиз уже, там у них идет бонус, скидочка, то есть, ну, не огромная, но, тем не менее, она накопительная, если будет часто посуществовать, то очень хорошая получается скидка. Ага, а то вы, у них же это зарубежная контора, то есть вы напрямую к ним, а не к посредникам нашим, да? Да, я бронировала через, так скажем, агрегатор, как круизный дом, вот, но после того, как вы совершаете уже круиз вот на лайнере, то есть вам присуждается такой как бы индивидуальный номер путешественника, и уже его зарегистрировав, уже идешь как бы сам по себе, то есть не обязательно вообще ни в какую фирму обращаться, то есть ты просто бронируешь уже напрямую у Косты. Это, наверное, у них не так давно, что ли, появилось, потому что мой первый круиз зарубежный тоже был на Коста. Очень давно, я вот сейчас не вспомню, наверное, это был Новый год, я уже, потому что у меня несколько было круизов, и все время тоже через каких-то, ну, в разных магазинах покупаешь, да. Вот, и я не знала, что тут такие есть плюшечки, между прочим. Да, есть. Там, конечно, зависит от времени, если высокий сезон, конечно, скидок не очень большие, а если вот низкий сезон, ну, я люблю низкий сезон, я предпочитаю путешествовать в межсезонье, и вот, ну, к сожалению, фотографии как бы никто не увидит, но я, конечно, скажу, что преимущество, что народу значительно меньше. Вот, хотя, конечно, китайцы, они есть везде, их просто огромные тучи, и ничего с этим не поделать, но, тем не менее, ценник намного приятнее, нежели летом. И по погоде, вот был конец ноября, прекрасно мы загорали на палубе, мы купались в джакузи на открытой палубе, то есть вообще никакого дискомфорта, мороза, во всяком случае, не было точно. Пару раз был дом. И сауна есть, если что, погреться можно. Да, 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 совершенно верно, там есть закрытые варианты, открытые, поэтому, в общем, без проблем. Не знаю, там как на Новый год, там какие-то, ну, всевозможные шоу, но хотя и в любом круизе каждый вечер замечательные программы, все очень на таком высоком художественном уровне, вот, и певец там у нас был замечательный, итальянский, оперный, так что были разные варианты проведения досуга. Вот это, конечно, очень здорово в круизе. По поводу Нового года я могу одну только ремарочку сделать, ну, два момента только. Первый, самой фишкой нашего новогоднего круиза был фейерверк, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Это на острове Мадейра, Фунчеле, у нас была запланирована как раз стоянкой, и мы вот ночью как раз салют посмотрели и отплыли уже в море. У нас 1 января как раз день моря был. Вот, и я знаю, что многие лайнеры специально меняли своё направление, чтобы заплыть, посмотреть вот этот фейерверк. То есть они, может, не заплывали в гавань, там, время, проводили обязательно сохраним эфир, вот, но ради этого они вот причанивались и со стороны смотрели. Это было потрясающе. Вот это одно из моих главных таких достижений. Пока достижений такое чудо, потому что такого фейерверка я точно нигде не видела пока, до сих пор. Ну, да, покупали тоже в планах, и Мадейра как бы вот, ну, хотели сухопутным, так скажем, способом туда добираться. Ну, в принципе, и к круизам тоже можно, меня очень привлекает, вот, есть односторонние круизы замечательные, когда лайнеры перегоняют, например, на зиму в Азию, и вот можно путешествовать из Европы через Суэцкий канал, Красное море, вот в ту сторону, так скажем, да, и оканчивается круиз в Таиланде где-нибудь или на Филиппинах. Вот такие круизы случаются. Ну, конечно, к нему надо готовиться, потому что он очень долгий, и, конечно, не дешевый, но зато, получается, ты вот за один раз сможешь посмотреть всю гамму Европу, Азию, так скажем, вот Нижний Восток и... А еще бывают трансконтинентальные, которые из Европы в Америку, это одна из моих мечт, но там скучно, плывешь море и море, а вот в Азию там интереснее, если куда-то заплываешь. Вот если бы случилось у нас Барселона, у нас следующий был план, это Фьорды Норвегии, то есть мы хотели из Германии, из Дании, вот там Германия, Дания посмотреть, и вот Фьорды захватить, потому что тоже это совершенно потрясающие места. Ну, вообще, как бы путешествовать всегда прекрасно, на самом деле, как говорят, едешь с радостью такой, с интересом открывать мир, ты его действительно откроешь. И если тебе, в принципе, и дома неинтересно, то, наверное, и мир тебе тоже покажется неинтересным. Ну, вот мы всегда с открытыми глазами едем, потому что хотим узнать что-то новое. Ну, вот, знаете, еще хотела такое в пользу круизов, потому что у нас несколько было у меня таких моментов, когда люди не признавали круизы, какие-то свои страхи, там, сомнения. А я заядлый круизер, вот я сегодня уже сказала, что первый круиз я в 14 лет по России с родителями отправилась, и видно, это задало тон моим виду отдыха, поэтому я очень люблю круизы, для меня это прям один из лучших видов отдыха. Так вот, хочу заметить сразу, очень выгодно, особенно Канары, смотреть круизом, потому что за один круиз вы посмотрите все острова, самые основные. Отдельно на каждый остров не налетаешься, это точно. А они каждый настолько интересны со своей историей, и они отличны друг от друга. Например, Лансероте, это вообще там марсианский такой вид, он не похож ни на один из вот этих других, ну, из зеленых островов, которые там, Ран, Канария, там еще. Плюс еще заплыв в Марокко, и, по-моему... А, и вот и Мадейра. То есть очень интересная идея. И цены бюджетные. Я тоже из категории, вот кто разумно средствами всегда распределяется, поэтому я не буду там платить люксовые, там безумные какие-то круизы покупать. Это все было за доступные деньги, очень вполне, ну, реальные, любому человеку. Да, наверное. И вот я тоже добавлю, вот, ну, я не знаю про другие круизные компании, но вот, например, на Косте мы, у нас была каюта без окна проплачена. Вот. Но есть, так называемая, у них система фортуна. То есть, когда фирма повышает тебе класс каюты. И вот уже, когда пришел, так сказать, финальный наш ваучер, мы увидели, что у нас вообще каюта с балконом. То есть, вообще, шикарная совершенно. Ну, потому что в межсезон не полная загрузка, остаются вот эти дорогие каюты не выкуплены, потому что, в общем-то, европейцы-то тоже экономят. Не только мы экономим. Немцы все, они предпочитают подешевле. Вот. И получается такой приятный бонус. Конечно, мы были удивлены, и прямо нам было очень приятно, что мы за, ну, в общем-то, сейчас я прям до копейки, конечно, не вспомню, но наш круиз стоил, что-то около 400 евро, простите, за неделю. Ну, плюс, конечно, да, да, 8-7 дней. То есть, мы 6 стран посетили, 6 городов. Один вот был у нас сутки были в ходу. И вот у нас была Бари, ну, из Венеции мы уходили. Но в Венеции тогда как раз была высокая вода, это безумная. То есть, мы ее посмотрели. Я там ходила, фотографировала, даже себе купила эти полиэтиленовые сапоги, потому что возвращалась, когда в гостиницу, уже буквально вода была выше колена. Такие у меня были приключения. Вот. И поэтому мы в лайнеры в то время не пускали в Венецию, нас везли в Триест. То есть, мы пришли на круизный терминал, нас посадили всех в автобусы и повезли в Триест. И вот уже мы отходили из Триеста и возвращались туда же. То есть, как бы у нас бонусом еще один город. Ну, конечно, так быстренько, но тем не менее, я в Триесте вообще была. Город замечательный. Я была в нем, сами мы путешествовали когда. И получается, что за 400 евро, ну, плюс и 100 евро обязательно пакет напитков, да, вот эти пранза и чена, потому что, в общем-то, вино без лимит, пиво без лимит. И, ну, нам, как бы, хватало, так скажем. Конечно, мужчины предпочитают брать полный пакет, где и крепкие напитки. Ну, для женщин вполне достаточно вот вино, которое там, в принципе, вот, то есть 100 евро еще плюс вот этот пакет напитков. Это про вино вообще не помню, если честно. Ну, сейчас вот только питание. То есть, причем предупреждают, что иногда даже на лайнерах отключают кулеры. То есть, там вот нет воды, там либо вода из крана, либо ты должен идти вот на палубу, где вот эти все бары, так сказать, кафе. Вот, и там иногда даже вот на некоторых лайнерах просто выключают кулеры. То есть, элементарно даже не попьешь воды. Вот, ну, на Косте такого не было. Вода у нас в кулерах была всегда, никто никогда ничего не спрашивал. Ну, а вино, да, ты вот эту карточку свою показываешь, что у тебя этот пакет включенный. Без вопросов, три, два, сколько кочек бокалов, то есть, там никто не считает. Вот, и вечером под вкусную еду, во время там замечательных праздников, которые там в 11 вечера случаются, день спагетти, когда ты уже пришел только с ужина, еще не успел, так сказать, отдохнуть, а тут уже тебя зовут на ночь спагетти, где все буквально там, кроме спагетти, я не знаю, все ломится вот, ну вот нет фотографий, к сожалению. Но опять можно зайти у меня на мувмай аккаунт по хэштегу про круизы. Там вот я все это очень хорошо, так скажем, показывала. Фотографии там все есть. Поэтому вот такие как бы тонкости тоже, ну, надо знать. Обычно, конечно, вот кто покупает ездить через турфирму, они, ну, прямо очень настойчиво советуют брать вот этот полный пакет напитков. Просто вот мы в круизе познакомились тоже с ребятами из Дальнего Востока, они брали через турфирму, и им прямо вот настоятельно советовали его взять. Но он, конечно, по цене получается в два раза дороже. И, в принципе, женщинам, ну, он как бы безнадобный. Понятно. Тем более, когда приезжаешь в разные города, разные страны, наверное, хочется попробовать что-то и местное, да? И, может, там, выйдя в Италии, можно ту бутылочку вина купить, попробовать там, что-то попробовать. Ну, я гипотетически рассуждаю. Гипотетически, ну, надо тоже знать, что когда ты приходишь на борт, там ты все вещи проносишь через телевизор, и спиртное в больших количествах носить нельзя. То есть у тебя его отберут, поставят там в камеру хранения, и ты его заберешь только когда будешь выходить с лайнера. Это тоже надо знать. Единственное, что мы, конечно, не в больших объемах не покупали. Мы покупали, в основном, там, маленькие сувенирные, то вот ликеры какие-то такие небольшие, большие, метаксу в Греции мы врали. И мы вбегали буквально в последние минуты перед отправлением. То есть нам времени категорически не хватало, мы всегда бежали, бежали как сумасшедшие. И уже, конечно, в эти минуты команда уже ничего не проверяет, уже скорее бы эти тетки, как говорится, зашли и все отчалили. Еще один лайфхак. Да, кстати, да, да, вот в последнюю минуту. Причем у нас было, так скажем, дамы элегантного возраста в нашей компании. Вот мы, кто чуть-чуть помоложе, побыстрее, мы всегда бежали впереди и говорили, мы будем держать лайнер. А вы так, значит, по силам, чтобы вы тут не умерли от этого бешеного марафона. В общем, у нас было очень все весело. Я тоже сказал, да, многие боятся, ну, как русскоязычные, да, боятся ехать сами. На самом деле, даже в межсезоне, в несезон, вот даже стоя в очереди, вот мы первые, да, сдаешь чемоданы, там проверяют твои документы, все там ваучеры, все-все-все, и уже стоя в очереди, ты примечаешь русских товарищей, как-то они у нас всегда группировались. Вот, и, кстати, когда рассаживают по столам в ресторане, обычно стараются до одной нации людей сажать рядом, поближе, чтобы вот было, вот у нас было два стола рядом, мы были по восемь человек. Это все были русские, и, конечно, были еще, так встречались, пересекались. Потом обязательно есть музыканты или там танцоры русские, обязательно будет русская продавщица в каком-нибудь магазине, которая поможет, подскажет, то есть бояться совершенно не надо. Ну, конечно, минимальный набор слов или там разговорник желательно иметь под рукой, чтобы, ну, просто хотя бы, потому что там все заходят, и все «бонжорно», «хелло», то есть это, ну, это нормально, все позитивные, все веселые, и как бы принято вот именно общаться вот на таком, на таком, как бы, вот хорошем, приятном, такими вот словами всегда обязательно идешь по коридору, обязательно всем «хеллоу», в лифт заходит, стараться, это, ну, так принято. А вот как раз по поводу языков хотела рассказать историю такую небольшую. Мы, когда в новогодний круиз с подругой ездили с Таней, ну, она тоже часто мелькает у меня тут на страничке, как раз мы не рассчитываем, у нас был лайнер англоговорящий в основном, я не помню, что за круизная компания, но русских групп не было, то есть нам экскурсий на русском никто не предлагал, это у нас будет следующая отдельная тема по поводу экскурсий. Вот, и мы с подругой, в принципе, она вообще на переводчика училась, я так более-менее с английским, ну, мы справимся как-нибудь. И на самом лайнере мы не ожидали, вот нас тоже, как вы сказали, посадили всех за стол, сколько там было, человек там пять, может, десять с корабля русских, мы все тут, конечно же, перезнакомились, общались, а дальше ты расслаблен, ты уже никого не ищешь, русской речи нет. И вот иду я, значит, по коридору, идет британец такой навстречу, прям с бородкой, такой импозантный мужчина с такими рыжеватыми волосами, думаю, а в основном англичане были, заполняли это. И он так еще прошел, и на меня такой взгляд еще сбросил, я еще думаю, мужчина в летах, а все на молоденьких, типа девочек, внимание, я бы еще про себя похихикала. И вот стоим мы с подругой на причале, ждем экскурсию на английском языке, и вдруг этот англичанин подходит и на чисто русском, а в этом какое-то отношение. Оказалось, что это знаменитый фотограф, кстати, он действительно там очень известный, он у истока фотографий, он во всех журналах печатался, и он отдыхал там с внучкой, с женой, и мы с ними так подружились, даже вот в Москве встречались после этого, он сейчас и курс свой фотографий проводил, очень интересные люди. Нет, я это говорю к тому, что я его, в принципе, за англичанина приняла, потому что кругом одни англичане были. Но вот еще к Новому году как раз очень интересно было понаблюдать, как люди другой нации отмечают Новый год. Как они все танцевали танцы разного возраста пары, от молодежи до прям совсем уже прям пожилых, и у них, ну как, не такие прям, как у нас Полька там или еще что-то, есть своя культура танцев, и они красиво парами танцуют, вот прям залюбовались. Я поддерживаю полностью, и у нас тоже, вот мы, когда вот эти танцевальные вечера, мы всегда поражались, причем вот, то есть играет по пури, да, там же ансамбль, живая музыка, и вот они моментально, вот только вальс, тут же фокстрот, тут же танго, то есть они настолько легко, и причем, я говорю, там, ну прям бабульки, бабулечки, но они такие легкие, с дедушками, со своими, мы вот просто искренне восхищались. Но мне вот тоже, я, кстати, скажу, мне очень понравилось, как там работает вот эта арт-команда, так скажем, да, конечно, у них адский труд, потому что, я говорю, они до ночи там где-то на дискотеке нас, так сказать, зажигали, а в 6 утра, если, например, там ранняя высадка, они уже на высадке, всех, значит, провожают, уже всем желают там хорошего дня, ну, то есть они ни за них, почему не спали, вот. И действительно, то есть вот играет музыка, тогда там, ну, поскольку итальянский, значит, корабль, очень много там и латинское было, ну, вот эти вот, вот они встали, как бы спиной, да, к зрителям, показывают движение, и вот народ совершенно, никто не стесняется, бабушки, дедушки, худенькие, толстенькие дети, вот тут же мы вот в эти, так сказать, колонны выстраиваемся, ну, как вот танцевать, да, учат, и мы, в принципе, мы за круиз, вот мы через 6 дней, мы уже, в общем-то, хорошо выучили эти танцы, потому что всё это, ну, это так здорово, так позитивно сидеть вообще не хочется, вот, и нам вообще, у нас был уникальный, у нас была команда из 8 китаянок, причём даже, я не знаю, но это, знаете, было или какая-то ляда фирма, или какой-то ансамбль, у них были такие красные, шёлковые, значит, расшитые платья, они все фигуристые, там, с разрезами, и вот эти китаянки, они там такое зажигали, мы просто, вот мы их ждали каждый вечер, где наши китаянки, потому что они были, ну, вот, ну, необыкновенные, вот, то есть они дружно всё это, там, они то песни какие-то пели, то вот эти танцы, с утра они уже на зарядке, там, вот эти цигун или что-то, вот, лентами они там, да, 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 вот, очень, и вот, конечно, вот эти танцы, мы тоже всегда поражались, то есть, вот, к сожалению, у нас, у русских, да, вот, действительно, нету вот такого, ну, как, кстати, привычки, да, ходить вот в эти какие-то клубы, учиться танцевать, да, чтобы вот муж с женой, это, ну, как-то не очень часто встречишь, в основном так одиночки ходят. Включение больше. Да, да, а там действительно вот эти пары, причём они все танцы, вот любая музыка играет, они тут же начинают танцевать, и это очень здорово, поэтому надо учиться, вот, я супругу, в прошлый раз мы путешествовали, у нас была дамская компания, ну, как бы, вот, тут предполагался круиз с супругом, я говорю, давай мы будем ходить учиться, чтобы хотя бы не позориться там, а где-то выйти и хоть что-то, так сказать, станцевать, вот, это правда, это правда. Такие красивые, яркие впечатления. Про еду это даже не стоит рассказывать, это обычно разврат такой, что надо, берите платье на размер больше, на всякий случай, вдруг влезете в обычную. Да. А мне нравилось другое, что как бы, поскольку у нас это был, так скажем, вот этот пакет пранза и чена, то есть у нас ужин мог быть в ресторане. Вот, значит, мы в ресторане, все посидели, нам подали, мы покушали, и потом вот через минут 30, что-то нам не хватает для счастья. И мы поднимаемся на девятую палубу, где вот этот светлый стол, и встречаем там всех тех, которые буквально только что из этого ресторана вместе с нами вышли, и у них полные тарелки, или сладенькая, или рыбка, или что-то. Я говорю, господи, люди не доели, но это действительно остановиться невозможно, потому что настолько все вкусно, вот, ну не знаю, очень разнообразно, и действительно, и морепродукты шикарные. Ну вот если судить, когда вот мы загружался, когда лайнер как раз у нас с того борта, мы в причалу стояли, вот эти фуры, заезжают вот фуры на разгрузку. Я впечатлилась этим количеством еды, ну, потому что да, но у нас было вот 4 тысячи, то есть лайнер был на 6 рассчитан, но вот было, значит, ну так скажем, в этом заезде. 4 тысячи людей, конечно, накормить такое количество, это, ну, там, фуры не надо завозить. И фрукты, и все, и ракушки какие-то, господи, мы таких дома никогда в жизни-то не ели, а там вот, как бы стали пробовать, действительно. Ну, а потом еще вечеринки в 23.00, пожалуйста, идем на эту вечеринку. Растрясать салатик, так так говорится. Нет, сначала покушать еще дополнительно, а потом уже растрясать. Ну, так вот, да. А потом быстренько, чтобы баланс опять восстановить, и опять какую-нибудь эту. Да, там вот этот еще красивый вечер, вот капитанский, когда все одеваются, вечерние платья, там, какой-то традиционный, красивый. Вот, кстати, помню подруги тоже, ну, это уже в другой раз мы ездили, говорю, бери вечернее платье, потому что... Это обязательно, обязательно. Это, конечно... И вот, кстати, я скажу, вот мы не знали, ну, как бы мы сами покупали, да, круиз, этой информации не было. А вот потом мы узнали, что, значит, программа круиза как бы заранее известна. То есть там у нас, например, был вечер Италии, вечер там еще какой-то, то ли вечер красного и белого, или красного и черного, в общем, то есть вот, и они вот эти все наряды были соответственные. То есть вот, например, они, если вечер Италии, там, зеленые носки, там, красные штаны, там, белая рубаха. То есть все итальянцы у них, либо были вот с национальными флагами какие-то там наряды, либо вот детали одежды вот были в этих цветах итальянского флага. Ну, это было известно заранее, но у нас как бы не совсем наряды подходили. Но тем не менее, они вот даже это вот, ну, так скажем, соблюдают и стараются поддерживать вот эти вот все культурную программу. И еще, мне очень, не знаю, вот было на твоем круизе такое, у нас в последний вот вечер, ну, это как он, капитанский даже, не знаю, считается, ну, да, представили всю команду, и потом вот все официанты, ну, как нам потом вот девочка русская продавщица объяснила, они, в общем-то, мы думали, что они китайцы, но у нас же они все на одно лицо. Сказала, что эти были малайцы. Вот, то есть они, и вот они потом пели, танцевали, вот эти все наши официанты, приглашали, значит, там людей, вот, ну, девчонки, мужчин приглашали, парни, значит, женщин, и они настолько, там вообще вышел официант, вообще как оперный певец, он нам такое выдавал, такие арии, мы просто вот сидели, и тут видео записано, но не веришь, а вот он работает там официантом, то есть, и потом еще концерт, то есть, вот был финальный концерт, это вот команда, там матросы, я не знаю, там мотористы, в общем, там все, в общем, выдавали там все свои таланты, мы прямо восхитились, при том, что на самом деле, очень тяжелая работа у них, тяжелейшая, они, ну, практически там не отдыхают. Прокормить такую араву людей. Да, прокормить раз, да, потом они, говорю, они и в ресторане, они на шведском столе, то есть, они постоянно, та же уборка кают, то есть, заправить кучу этих кроватей, ну, я даже просто, вот, ну, труд очень тяжелый, и, конечно, это отдых нам, а им, конечно, тяжелейшая работа, это, и мы всегда так, как-то прямо вот с уважением, потому что, ну, молодцы, и всегда с улыбкой, всегда все, мадам, все, то есть, вообще готовы там расшаркиваться и делать все, что захочешь. И вот, кстати, нам тоже, нам повезло, там же каждый день, вот, дается программа на следующий день, и мы очень переживали, что не будет на русском, но, как-то вот мы, ну, первый раз, мастерку нашему сказали, который нашу каюту обслуживал, и, наверное, они так подсуетились, потому что потом вот нам, русскоязычным, во наши каюты, всем приносили вот эту программу дня на русском языке, это, конечно, ну, облегчало, потому что, ну, все равно язык так не знаешь, и доскональные какие-то там можно подробности, просто не допонять, ну, там нужно искать словарь, и все, в общем, заморачиваться. А это, конечно, было очень-очень приятно. И, кстати, вот Коста, вот они говорили, что, видя, что сейчас больше русских стали путешествовать, они практически на каждый круиз, они вот менеджера русскоговорящего, то есть, приглашают, да, приглашают, потому что, ну, существуют всякие вопросы, ну, если я немножко как бы по-английски могу там изъясняться, да, для меня это не проблема, вот, а есть люди, которые вообще, и вот, ну, также, например, вот обменять деньги, да, у вас на карточке остались деньги вот на этой круизе, их потом можно получить терминали наличными, но не все понимают, как этим терминалом можно пользоваться, кто-то там, если, например, ты клал не с картой, а клал наличными, то тогда нужно идти наличными получать, ну, в общем, такие моменты, когда надо объясняться с персоналом, и если ты совсем никак, то, конечно, тяжело, тяжело, но, опять-таки, помогаем все, если видим там кто-то, что там бедный страдает, значит, начинаем пытаться там решить эту проблему, все вместе. Кстати, по поводу персонала, очень тоже вспомнила историю, маленькую такую, у меня в Москве, была сейчас уже в прошедшем времени, преподаватель танцев, в фитнес-клубе, она преподавала у нас латиноамериканские танцы, очень красивая, приятная девушка Настя, вот, и она потом, в дальнейшем, даже танцевала в балете у Аниты Цой, там по телевизору и все прочее, но она прям танцовщица. И вот она устроилась в круиз работать, и вышла замуж за мексиканца, уже который год, уже много лет, она живет в Мексике, очень удачно, такая счастливая, но вот они познакомились в круизе, причем они оба там работали. Так что, вот так все. Многие ребята говорили, что вот арт-команда, там у нас гимнасты были очень хорошие, то есть вот русские, русские, потому что ценятся на самом деле вот наши, именно так скажем, творческие. Ты в Дюссалел отдыхает там тоже. Ну, я так антрирована, что действительно. Вот тут вопросы как раз. Это моя Олечка, да, это мой постоянный посетитель моих экскурсий. Ну, немножко расскажу, да, наш круиз, он начинался из Денеции, вот, ну, просто так скажем, по погодным условиям его просто перенесут в призрис. Но это все была забота фирмы, то есть мы ничего, население каких-то, так скажем, не несли ни удобства. Мы просто пришли в тот же круизный керминал, просто не сели на лайнер, а сели на автобус, и нас привезли, и лайнер наш стоял в другом городе. Три часа вот нас везли на автобусе. Вот, перелет, ну, перелет мы все, конечно, естественно, заказываем сами. Я бронирую все билеты заранее, и причем всегда стараюсь день-два по возможности брать, как скажем, запас свободный, чтобы посмотреть город. Вот я в Венеции уже была второй раз, и, конечно, мне не хватило. Это вот такой город, к которому можно бесконечно возвращаться. Точно. Да, вот, поэтому точно так же все гостиницы, то есть все то, что до круиза, мы бронируем сами, опять бронируем по такой, так скажем, принципу, ближе к, например, вот мы забронировали ближе к терминалу, то есть там в Венеции идет такая монорельсовая дорога железная, да, и вот наша гостиница, буквально вот мы пешком из нее дошли до этого терминала. Еще плюс к тому, что это была высокая вода, у нас было сухо, потому что, когда я в 6 утра пошла гулять по городу, там вот в центре затопило вот буквально на глазах, вот это тоже, кстати, тоже уникальный опыт, вечером пошли гулять, вечером еще было светло, все было хорошо, пока мы вышли из последнего музея и из последнего собора, уже вода прибывала просто на глаза, это настолько вот, ну невероятно, такого никогда вот, ну, я никогда раньше не видел. Нигде больше, кроме Венеции, не увидела. там точно так же, как бы она, если я вышла по сухому, но когда я погуляла по городу, пофотографировала, то есть вот, кто жил в гостинице в центре, вот они так шли, у них так темоданы над головой, и они их несли, потому что, ну, там просто была воды по щиколотку, и даже там вот эти мостики такие специальные ставят, значит, там полиция, все, они помогают, но тем не менее, как-то не хочется выйти из гостиницы, тут и так чемодан не подъем, еще вот над головой этот чемодан тащит, да, а у нас, получается, гостиница была с краю, она, вода подошла, но к тому времени, как нам нужно выходить, она уже вернулась назад, и мы по-сухому вышли, вот, и точно так же обратный путь, у нас очень удобно, у нас замечательный город Краснодар, у нас прекрасные рейсы через Стамбур, мы давно открыли для себя этот лайфхак, мы крайне редко летаем через Москву, потому что, это намного, да, это намного дольше и намного неудобнее, у нас до Стамбула час лету, замечательный Пегасус, бывает даже по 3000 рублей билет, это вообще даром, то есть можно летать в Стамбул на выходные, да, супер, вот, и рейс ночью, в 6 утра ты в Стамбуле, все, красота, в 4 утра ты сел в Краснодаре, в 6 утра ты в Стамбул, вот, и как известно, Стамбул очень большой транспортный хаб, огромный, то есть там рейсов миллион, но мы прилетаем в Сабиху-Гехчен аэропорт, это азиатскую часть, сейчас открыли огромный аэропорт в Европе, в европейской части, вот мы, как раз когда из Венеции летели, мы, у нас был рейс вот в этот аэропорт, это просто город, когда мы шли, искали свою посадочную терминал, я вообще думала, что мы заблудились, мы нашли минут 40 по этому аэропорту, вот, и тоже Стамбул обязательно у нас день-два для того, чтобы погулять по Стамбулу, это всегда. Марина, а у меня вот такое предложение, давайте, если вы не возражаете, конечно, всё-таки сделаем продолжение нашего прямого эфира, я потом всё-таки с фотографиями, я придумываю, как, ну, я сделаю принт-скрин, и мы прямо по программам, по городам пройдём и расскажем, да, давайте тогда так сделаем, сегодня у нас организационные вопросы как раз, да, потому что, ну, я сейчас сижу и думаю, мне так жалко, что такая большая подготовительная работа, чтобы она зря не была, я потом в следующем прямом эфире в продолжении мы конкретно посвятим вот вашему круизу, да, по всем городам, всё расскажем, всё покажем, а вот по поводу Венеции добавлю, мы как раз из той категории, что решили пожить в центре, у нас наш круиз майский был как раз из Венеции в Венецию, и на обратном пути я решила поискать что-то прям в центре, вот, прикоснуться к истории, и по акции на букинге была большая скидка на отель прямо напротив Сан-Марко, ух ты, да, и он такой красивый, я тоже найду фотографию этого отеля, покажу в следующий раз, он красивый, старинный, только что отреставрированный, прям ты во дворце живёшь, всё прекрасно, всё красиво, мы пришли днём, вещи бросили, прям пофотографировались, мы одно не предусмотрели, ночью я ни на одну минуту глаз не сомкнула, потому что, во-первых, слышимость, туристы галдят на этой площади Сан-Марко, колокола все время звонят, то есть, это тоже берите в рассмотрение, важный момент, потому что одно дело для антуражу пожить и сразу понимать, что ты сегодня не поспишь, хорошо, всё, а другое дело, когда ты рассчитываешь отдохнуть, выспаться, лучше не брать в центре, потому что оно, конечно, красиво, да, ну, наша гостиница тоже была старинная, рядом была тоже церковь, но как бы она, вот, ну, они с утра чуть-чуть там несколько колоколов как бы ударили, то есть, нас она не беспокоит. Да, да, лестницы такие крутые, то есть, высокие потолки, ну, она как бы снаружи очень обычно, как в Венеции, в принципе, очень много, да, снаружи, ну, окна как бы, а вот всё-то, начинка-то внутрь, вот, ну, просто у меня в Венеции, тоже мы когда были первый раз, у нас тоже было, было большое путешествие, мы вообще были в Словении, но, как выяснили, что Словения очень близко от Италии, я решила вот в Венецию, и мы туда приехали на автобусе, и потом, ну, ночевали мы в Местре, то есть, есть Венеция, это вот, так скажем, островная, которая в лагуне, и тоже часть Венеции, которая называется Местре, жили вообще в огромном таком, как кемпинг, то есть, вот эти вот автодома, ну, они очень приличные, всё большие, удобные, с горячей водой, там всё очень комфортабельно, то есть, как вариант, например, мне тоже вот это, такое проживание, ну, мы жили, представляете, совершенно, то есть, аутентично, там только местные, там, наверное, туристов очень мало, в принципе, то есть, это как бы не в центре, и мы пришли заказывать пиццу, там вот эти итальянские бабушки, что-то там они обсуждали, мы эту пиццу заказали, пришли в магазин вина купить, там чудесный дедушка, который уже как бы закрывался, но когда мы зашли, он открылся, и вот всё нам ходил там, на итальянском рассказывал, и макароны мы там купили, ну, вот, то есть, мы окунулись вот в чисто, вот эти мальчишки по улице бегают, ну, настолько вот эта жизнь совершенно, ну, не такая, которую вот ты видишь, так скажем, с обложки, да, вот я вообще люблю такие вот закоулочки всякие, поэтому, в принципе, конечно, в Венеции есть масса вариантов, ну, опять говорю, вот мы когда возвращались из круиза, мы выбрали другую гостиницу, мы выбрали ближе к аэропорту, чтобы вот там был трансфер, и нас буквально за 10 минут до, мы были в Маркополу аэропорту, но опять туда ходит, значит, если, например, вы хотите добраться до города, рейсовый автобус за вот это евро или 2 евро, за 15 минут, пожалуйста, ты уже на площади возле вот из железнодорожного вокзала, все, и ты пешком идешь, то есть ты не переплачиваешь вот за, как скажем, центр Венеции, но туда очень легко, в принципе, добраться, вообще проблемы никакой нету. Ну, это все вот мы продумываем заранее, конечно, тут вот я на себя обычно беру все эти организационные вопросы, потому что уже просто много путешествую, и знаю все эти тонкости, которые точно так же, вот если сказать, да, вот как выбирать круиз, вот сейчас вот я вижу, да, что через турфирму самим нужно, если языка не знаешь. Да, конечно, желательно, чтобы у вас была пара, потому что каюта бронируется на двоих, и если вы как бы одна, да, то, естественно, фирма вам чужого человека не подселит, даже если вы разрешите, но это как-то не принято, вот я так думаю, то есть вам придется оплачивать полтора места, не два места, как вот если бы два человека, ну полтора, как правильно, вот, это так. И потом, конечно, вот после своего первого круиза, я вот уже ко второму немножко подходила со знанием дела, в каком плане, в плане продолжительности стоянок, вот на это надо очень обращать внимание, потому что стоянка меньше четырех часов, это совершенно стоянка, ну ни о чем, так скажем, потому что если хочется что-то посмотреть и увидеть, то, конечно, для этого надо вот часов пять, а лучше даже шесть, и если еще и лайнер не причаливает в центре города, вот, например, в Дубровнике, мы, у них порт подальше, старый вот этот город, его надо добираться, ну, опять, спасибо русским, мы тут же возле лайнера сколотили такую банду, нашли десяти местные, значит, микроавтобусики, значит, тут же вот наскребли там эти куны несчастные, или евро, Так быстро сориентировались. Да, на самом деле так и есть, а, например, в Афинах мы вообще приходим в Порт-Перей, от Порта-Перей до Афины еще там на метро надо ехать, вот, то есть вот все эти моменты, конечно, они достойны, так скажем, отдельного эфира и отдельного обсуждения, а когда мы в Которе были, ну, я тоже в Черногории была, как бы, я там жила в этом городе, неделю мы жили с мужем, очень, я его изучила, и опять-таки, там лайнеры причаливают, скажем, к старому городу, но наш лайнер не причалил, нас на этих вот спасательных наших хлюпках возили партии, но согласно этим, скажем, господи, палубам и каютам, нас распределили там, например, там на 20 партий, и чтобы не создавалось толпы, там все шли по своей очереди. Вот получилось так, что в нашей компании часть, например, на втором кораблике уплыла, их было очередь, а наша очередь была 17-й кораблик, то есть мы ждали, и там они как бы, ну стараются, чтобы наблюдать, чтобы не было вот этой толпучки, чтобы один наполнился, отчалил, второй тоже возвращается. Ну, на это тоже надо время, то есть вот такая вот особенность, то есть ты не сразу вышел в город, ты какое-то время, ты стоишь на рейде, и вот идешь в своей очереди, так сказать. Вот, но опять с другой стороны, в Котаре у нас почти целый день был, мы утром встречали, ляк, срывали всем внуши, мы нагулялись, и посмотрели, и кофе попили с пирожными вкуснями, и топпинг у нас был. Вот, ну такие как бы тонкости, которые действительно, если бронируешь с круиз, то надо с кем-то посоветоваться, потому что просто это вот, ну так как бы сразу, и ты даже не знаешь, на что надо обращать внимание. Вот такие вот моменты. Вот, ну и опять тоже надо понимать, что русскоязычных экскурсий, вот круиза не бывает, и я вообще их не рекомендую брать. Мы взяли один раз на Корфу, и в общем-то нам этого хватило, чтобы понять, что категорично нет. Мы бронируем, у нас очень много русских людей живет по всему миру, русских гидов, и мы бронируем, и вот нас так, в городе Бари, водила замечательная девушка, мы все очень много... А кто вас водил? Я через трипсеры бронировала, сейчас как бы я... А, знаете, он у нее ученый, преподает в университете, то есть она вот как бы водит туристов. Вот, ну и опять-таки надо быть готовым к неожиданностям, потому что вот, например, у нас была забронирована в Хорватии, да, в Дубровнике экскурсия, все замечательно, все мы так говорили, но поменялось время прибытия. А поскольку на корабле с интернетом очень плохо, то есть он покупается отдельно, но отдельные траты. Интернета на кораблях нет. И интернет, и только в берегах, так скажем, вот когда мы к берегу приближаемся, уже можно ловить какую-то связь и интернет. На самом судне интернет только за деньги. Нужно отдельно покупать потенку. Ну, в общем, получилось так, что мы не смогли с этой девушкой связаться, и когда она пришла на эти курсы, то мы уже как бы должны были, так скажем, отправляться назад. Вот. Но, да, да, но опять-таки, благодаря тому, что я все-таки каждый раз готовлюсь, я читаю про эти города всегда и всем советую, мы хотя бы примерно понимали, что как устроено, куда нужно пойти, что нужно посмотреть, открыли еще там всевозможные красивые места, ну, вот так тоже бывает, то есть экскурсия как бы не сложилась по техническим, так скажем, причинам. Но мы духом не пали, все-таки тоже Дубровник посмотрели. Хотя, конечно, после Игры Престолов Дубровник настолько популярен, там такие толпы, такие цены, что вообще с ума сойдешь. То есть они на этом очень хорошо зарабатывают, и надо быть к этому готовым. Очень дорого. У меня была, я была, видно, до Игры Престола в Дубровнике, в Круизе. Нам повезло, нормально обошлось. Подняться на стену, вот вокруг города, 100 евро. Что? Да. Просто подняться на стену. Чудеса какие-то. Я была на этой стене. Как акцион, да, да, да. Дорого, очень дорого. Мы подошли, осмотрели и решили, что ладно, мы как-нибудь без этой стены переживем. Мы обошли пешком этот город. Нашли потом тайную дверь, спустились с этой стены. Ну, тоже опять читайте таблички и стрелочки. Вот написано, красивый вид. Мы пошли, и действительно, дыра в стене, там лесенка, и там замечательный, красивый вид. Совершенно бесплатно. Вот так вот. А, кстати, за что люблю еще такие города, как Бари, что лайнер приплывает, и Родос, этим же тоже отличился, прямо в центр города. Да. И не надо никуда ехать, и, в принципе, даже можно не брать экскурсию, если это, ваши планы не входило, а можно спокойно осмотреть весь город. Хотя на Родосе, понятно, там надо в Линдос съездить, и можно там бывает, чем мне понравилось, тоже в круизе, они предлагали, пусть круизные, я пока обсужу, круизные экскурсии, пять разных вариантов, и все на разные темы. Хочешь там гастрономическую, хочешь историческую, хочешь на целый день, хочешь на половинку дня. То есть вот это тоже очень важный и удобный момент был. Ну да. А, еще момент! Кстати, сразу скажу, в баре мы приехали, и тоже это надо брать в рассмотрение. Попали в сиесту, то есть закрыты все рестораны, все магазины и кафе. Вот тоже вы обращайте, пожалуйста, время, время, потому что можно попасть, и нужно быть к этому морально готовым, и понимать, куда ты в этом случае, когда пойдешь, как можно себя занять, чтобы не разочароваться, и не испортить себе отдых. То есть действительно, это большая аналитическая работа, наконец, подготовительная. А мы в баре попали в проливной дождь, вот просто как из ведра, да. Ну, у кого-то были плащи, кто-то побежал в магазин, причем эти плащи, не успели мы их надеть, тут же они уже порвались, в общем, это было очень весело. Но все равно, как бы, даже если сам смотришь, вот некоторые моменты, ты не можешь знать, потому что вот у нас экскурсовод, да, гид, она, значит, ну вот в эту, в базилику Святого Николая, да, вот эту все мы посмотрели. То есть она такие рассказывает моменты, очень интересные, не всегда это действительно можно, ну, так скажем, самим где-то найти, и потом найти это на месте. То есть это прочитать-то можно, но где конкретно в городе это найти, это не всегда, так сказать, просто. И потом тоже, вот опять-таки, пойдемте, я сейчас вас отриду в кафе, вот, например, в баре мне поразил, у них есть свой кофейный напиток, которого нет нигде, называется эспроссино. То есть это маленькая вот такая, стеклянная, стаканчик, эспрессо, но со взбитыми свитками, то есть эспрессо вместе с капутино. То есть вот и приходишь в бар, и мы так стали искать столик, она говорит, ну что, вы в баре все пьют возле стойки кофе, и мы вот как настоящие барейцы, мы возле стойки выпили это эспрессино, посмотрели, стояла у бармена, наверное, килограмма на два банка нутеллы, я такое не видела никогда, то есть это вот, ну, трехлитровый баллон, да, трехлитровый баллон, то есть это с таким вот насосом, ну, вот эти моменты, и потом она у нас появила вот эту маленькую улочку, где вот эти бабушки итальянские, ну, сеньоры, лепят эти макароны какие-то, там делают вот эти сладости, и вот это все кухня, вот тут улица, мы заглянули, поулыбались, бонжорно, бонжорно, значит, посмотрели, и это, конечно, ну, такое, ну, не всегда эту улицу сразу найдешь, а тут тебя на нее сразу привели, конечно же, очень здорово, что, прошу прощения, что-то мы маленько приболели, вот, вот такие вот, как бы, впечатления, ну, многое тут можно говорить, в каждом городе что-то было такое интересное, в Которе эти невозможные коты, потому что они везде, они там лежат, они вальяжные, они там ходят, это очень здорово, то есть хочется и их пофотографировать, и там везде залезть, посмотреть, и в соборе побывать, ну, здорово, здорово, ну, вообще путешествовать хорошо. Ну, вот чем хорош круиз, во-первых, во многие недоступные места можно попасть сразу, и даже оценить, вот, как я аналогию с Канарскими островами или с греческими, каждый отдельно не наездишься, но можно сплавать в круиз и выбрать, и понять, вот, допустим, как вы, вот у вас Корфу был, да, у нас Миконос, Родос, Санторини, греческие острова, и мы вот посмотрели, я знаю, ага, туда я, допустим, отдыхать не поеду, мне вот раз охватило, а сюда я приеду, вот, прям целенаправленно, экзотическая экзотика, вот, очень люблю за это круизы, и за возможность сразу нескольких стран, вот, и вот то, что с интернетом, когда плавала я, еще тогда интернет не был так развит, и это вообще еще неважный был момент, но мы в прошлом году, год назад, должны были по Персидскому заливу поплыть в круиз, и первый мой страх был, как я буду без интернета, вот, не, ну, в смысле, не то, что без интернета, я бы, конечно, его приобрела бы, потому что у меня тогда в самом разгаре флешмобы, все мои мероприятия, вот, но, допустим, плывешь в круиз, и купишь пакет, получается, должен во время флешмоба сидеть на борту, и что, в общем, я это тоже так немножко припугнула, и в итоге у нас отменился, не отменился этот круиз, но и так и не попали в него, вот, но... Я рассматривала, у Косты тоже есть вот этот круиз по Персидскому заливу, но вот, честно сказать, я вот не знаю, ну, насколько это разнообразно, потому что все-таки вот, ну, арабские страны, здесь вот разные страны, Италия, Италия, у Греции свое, да, Черногория тоже, ну, вот есть как бы свои такие, так скажем, какие-то особенности, да, не похожие, а вот, ну, в моем понимании, может, конечно, я как бы мало знаю, да, этот регион, что там, они все немножко однотипные, вот эти города, да, то есть это то, что было, так сказать, пустыней, теперь на нефтяных деньгах вот выросли эти огромные мегаполисы, и я, я не люблю современную архитектуру, я не ценю ее вообще, то есть она мне не нравится, эти города, и поэтому я как бы думаю, ну, может быть, это было бы интересно, но, опять-таки, вот дочка рассказывала опыт, подруга с мужем поехали там в Дубай, ну, что они, они даже из отеля не вышли, извините, ну, я как бы вот, вот так, ну, вот у них были какие-то в отеле, другие интересные, более занятия, то есть он даже вот не, ну, не знаю, вот так вот, то есть у всех свой вид отдыха, да, да, это точно, поэтому тут Персидский залив, да, наверное, это интересно, но может быть, когда-нибудь потом, когда мы посмотрим Тринеземное море, когда мы посмотрим там Мадейру, Канары, Португалию, вот эту часть, Марокко мне очень тоже хочется, фьорды, потому что действительно, а ведь есть же еще вообще, то есть есть вот из Франции, например, там речной, что-то там, они замки Уары, потом они куда-то выходят, то ли в Англию, то ли в Англию, по Дунаю, да, да, что-то такое тоже как бы есть, поэтому вариантов масса, как говорится, были бы деньги, было бы время, все остальное. Еще уникальный в Исландии тоже можно, тоже классный круиз, и он еще заплывает на Фарерские острова, в которые тоже отдельно не полетишь. В общем, миллион вариантов, мы с Мариной, я так понимаю, можем годами об этом разговаривать. На что мы уже все покинули, мы их забодали своими воспоминаниями. Мы обещаем, что в следующий раз мы приготовимся, и фотографии будут. Я уже прям сделаю все для этого. Точнее, я и так сделала максимум, но просто я не ожидала, что он так вас примет. Это всегда лотерея, вот с Инстаграмом, либо, может быть, надо сразу зашел в эфир, тестировать, и если не показывает, выходить, и вот это... Ну, наверное. Я, к сожалению, вот в этом вопросе еще совершенно не подкована, поэтому полностью доверяю, потому что я у меня просто способ, я отправляю сначала на почту, если с телефона, у меня свои пути, так скажем, потому что с облаком я совсем не дружу, абсолютно. И мне проще своими, может быть, окольными путями, но получать вот этот результат такой, который меня устраивает. Спасибо большое, Марина. Такое, что-то такое позитивных эмоций от воспоминаний, но... Как с Абхазией, Катюш, как с Абхазией? Да, Мартин. А когда в Абхазии... Да, два, два. У меня тут взрывают интересные тут... Я вам потом расскажу. Быстро потом. Вот, поэтому дам обратную связь. Да, хорошо. Не в эфире. Вот. А так, про круизы, мы вот с Мариной обещаем рассказать еще про круизы по России. Это отдельная тема, очень тоже емкая, интересная. Тем более нам есть чем сравнить и зарубежные, и российские круизы. Расскажем тоже про все тонкости. Вот. Но, кстати, вы вот еще закончили уже фразу про Персидский залив, что... Почему я готова была ехать? Теперь я бы точно поехала, потому что почти в каждом городе у меня есть знакомые гиды. И мне теперь ехать не страшно. Это да. А год назад еще это было так. А теперь я уже со всей ответственностью. Если вы собираетесь ехать, пишите нам, мне, Марине. Мы вам дадим контакты гидов, кого вам нужно, где. Да, совершенно верно. Такое сложилось сказать, вот я говорю, благодаря днажаропандемии, да, у людей появилось больше времени общаться, учиться, как-то взаимодействовать, что-то новое открывать. И действительно сейчас такой огромный круг знакомых получается, позитивных, вот на твоей волне, да, с общими какими-то интересами, неравнодушных. И действительно уже не страшно, вот думаешь, и в Казани, вот я полетим, и у нас будет круиз в Казани, уже там есть свой человек. На обратном пути в Тулу заглянем, там тоже нас уже есть кому проконсультировать и поводить, и показать. Поэтому если Краснодарский край, то тоже источник девочки твоей, Анапа, то есть масса городов, которые, вы знаете, вот приезжаешь и действительно, ну, лежишь на пляже, да, ну, ходишь, видишь все эти дома, но пока они тебе ничего не расскажут, а дома не расскажут, потому что пока люди не расскажут, совершенно город в другом свете как бы предстает. И вот я сейчас, когда стала проводить экскурсии, очень часто ко мне приходят люди, которые жили в Краснодаре всю жизнь, и для них это совершенно новый город, и это вообще так ценно, потому что им теперь интересно, и вот такая как бы работа, она имеет очень такой приятный результат, потому что действительно совсем по-другому воспринимаешь свой родной город. И точно так же другие города, вот куда ты приезжаешь, все-таки надо ходить с местными жителями, с гидами, только они этот город вам откроют вот во всей его такой красе и неповторимости. Это точно. Вот так, благодаря Марине я влюбилась в Краснодар, что мы даже думали переезжать. Была такая... Легко, легко. Спасибо вам большое. Я думаю, это только был первый наш круизный эфир. Будут еще, и не один даже. Спасибо большое, что даже несмотря на плохое самочувствие, пришли на встречу. Ничего. Ядно поправляетесь. Да, да, чуть-чуть. Да, а пару слов про парк Галицына. Видите? Пару слов про Галицкого? Парк Галицына написано. Ну, наверное, это оно имело связи. Если в Краснодаре, то, наверное, это парк Галицкого. Но это совершенно уникальный, потрясающий парк, который... Вот у нас нет в Краснодаре зимы. У нас, правда, снег в этом году четвертый раз уже мы устали от него немножко, потому что уже силы... Да, да, но зато у нас есть великолепный парк Галицкого, который иллюминации совершенно потрясающе делаются каждый год. И если интересно очень, ну, я знаю, что вот как бы краснодарцы, некоторые, так скажем, иногда в наших местных соцсетях, говорят, сколько можно рассказывать про парк Галицкого. Но на самом деле это такой замечательный, необыкновенный, красотный парк. Там столько вложено труда и любви. Я, наверное, вот сделаю... У меня был о летнем парке Галицкого, наряде, так скажем, да, в Дни парк Галицкого. Эта сцена потрясающе, уникальное световое шоу. Вот. И я, наверное, напишу скоро пост и покажу. А для нас напишите еще тоже книги. Хорошо. Напишу, Катюш, с удовольствием. Напишу, потому что действительно, вот, к сожалению, вот в этот снег я туда не добралась, потому что он немножко далековато от меня находится, как бы трудновато мне туда добраться. Я была там уже зимой, но еще не было снега. Вот. А кто живет там рядом, конечно, они бегут. У нас тут на неделе, на прошлой неделе были такие необыкновенные рассветы, вот, розовые, ну, просто. И оттуда, конечно, фотографии были какие-то нереальные. И надо туда ходить почаще, а кто не может, я, конечно же, сделаю пост и прямо сделаю видео, потому что там каждый уголок уникален, там, ну, это, конечно, огромные деньги туда он вкладывает, но действительно, это парк для людей, потому что все там, ну, Новый год, особенно, когда, ну, некуда было, да, людям поехать, многие дома остались. Вот там круглые сутки, просто как демонстрации, потому что люди, 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 чтобы сделать фото, это надо стоить, с этим телефоном, буквально, вложить этот момент, потому что время в кадре люди, но это очень красиво. Вот благодаря Марине я как раз и попала туда, в этот парк. Думаю, не пожалели. Еще бы. Я говорю, влюбились в город еще больше. Сначала влюбились благодаря вам, а Галицкий, Галицкий добил. Ну, да, такая изюминка действительно есть. Человек, который, ну, не жалеет о себе, вот, действительно, настолько добрая память, это нужно на века. То есть, будем вспоминать его всегда, потому что он единственный у нас. Вот еще скоро Аврору нам отреставрируют, вот еще будет одна у нас изюминка. Ну, это годика через два. Вот так вот. Ну, введите пост, подписывайтесь на Best Russia Guide, на мой аккаунт, и там Марина, обязательно подписывайтесь. Обязательно, да, да, да. Вот я напишу аккаунт Марины под постом, обязательно подписывайтесь. И в закладочке, мне кажется, в закладке ваш, каждый пост можно. То, что не пост, это шедевры истории, какие интересные. Я уже заочно влюбилась в ваш город, а когда приехала, живьем посмотрела, так вообще очень красивый город, и не зря туда действительно многие переезжают. Так что, я понимаю, многие. Очень-очень-очень многие, да. Ну, ладно. Спасибо огромное, вот мы уже, как говорится, не можем распрощаться. Не знаю, сколько там времени, а, ну да, восемь часов уже, да, да. Спасибо вам огромное, до новых встреч. Продолжим наши беседы. Очень было рада увидеться. Стоимно. Счастливо. Пока-пока. До свидания.